Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков канала Yoastore, мы открываем новую рубрику, в рамках которой будем записывать видео обзоры на компьютерные аксессуары. Это мышки, клавиатуры, колонки и все такое прочее. Начинать сегодня мы будем с беспроводной перезаряжающейся мышки, это Astech Surf, вот в такой коробке она поставляется. Давайте ее распакуем и посмотрим, что же это за мышка. В комплекте у нас идет зарядный кабель для мышки, это обычный micro USB и непосредственно сама мышка, такой интересный агрессивный дизайн у нее. Верхнее покрытие матовое, очень приятное на ощупь, не пачкается, на него не оседает пыль и не остаются отпечатки пальцев. Декоративные пластиковые вставки под металл. Сверху находится кнопка для изменения DPI, сбоку еще две программируемые кнопки. На нижней панели мы не видим слота под аккумуляторы или батарейки, потому что его там нет. Мышка перезаряжается только по micro USB, вот у нее вход для зарядки. И за счет этого вам не придется постоянно искать на нее аккумуляторы, постоянно их менять, искать где их заряжать. Вы просто подключаете мышку через micro USB к компьютеру, ждете пока она зарядится и потом можете пользоваться снова. На нижней панели находится рычаг переключателя включить-выключить и здесь же отсек для USB передатчика. Передатчик самый обычный на USB 2.0, который мы сейчас подключим к компьютеру и проверим мышку в действии. Подсветка у мышки достаточно приятная, не очень яркая, на 7 цветов. Постепенно меняется цвет, она переливается, подсвечивается логотип и боковые вставки. К сожалению, программировать подсветку нельзя, программировать можно только боковые кнопки и для этого я предлагаю использовать программу бесплатную X-Mouse Pattern Control, которая у нас уже установлена. Когда мы запустим программу, перед нами появится интерфейс, где написаны названия клавиш и есть попадающие списки, где их можно программировать. Если мы классим какой-нибудь кнопкой, подсвечивается область, которая соответствует этой кнопке. Например, боковые кнопки у нас запрограммированы на Copy, Past. Если мы сейчас откроем блокнот, напишем туда что-нибудь. Классную первую кнопку, классную вторую. Как видите, все работает, запрограммировать эти кнопки можно на что угодно, как вам будет удобно. И также можно использовать не только X-Mouse Button, а любую универсальную программу для программирования кнопок. Центральная кнопка, которая находится под колесиком мыши, она не программируется. Она служит для изменения DPI мышки, то есть для изменения ее чувствительности. Максимальный DPI в этой мышке 1600. И есть три автоматических режима на 800 DPI, 1200 и 1600. Давайте я продемонстрирую. При минимальном DPI, если я сдвигаю мышку, курсор двигается очень медленно. Для того, чтобы его сдвинуть, нужно больше движений сделать. Если я нажму кнопку еще раз, то будет уже 1200 DPI. Курсор двигается уже гораздо быстрее. И на 1600 DPI я могу водить мышкой как угодно и практически не чувствовать никаких задержек. Пользоваться мышкой достаточно удобно. Она хорошо лежит в руке. Удобный доступ ко всем кнопкам. Время работы заявлено до 10 миллионов кликов. А время работы от аккумулятора около 500 часов без перезарядки. Поэтому, если вам не нравится постоянно путаться в проводах, то эта мышка – это как раз то, что вам нужно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за нашими обновлениями.